Добрый день друзья, сейчас я вам покажу как установить Kali Linux на TK. Выбираем графиков и инстамп. Первое что вам нужно сделать это выбрать язык. В моем случае это будет русский язык. Выбираем язык. Жмем да. Продолжить. Еще раз продолжить. И далее происходит загрузка дополнительных компонентов. После загрузки дополнительных компонентов. Здесь выбираем пункт нет. Далее. Нужно выбрать подключение к сети. В моем случае это Wi-Fi беспроводная сеть. Далее выбираете вашу сеть. И в шифрование. И вписывайте пароль. Далее. 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 Здесь не вписывайте ничего. Здесь нужно указать пароль, который вам в дальнейшем потребуется. при входе в систему. Чем более надежен пароль, тем лучше. Вписываем его. И жмем продолжить. Опять жмем продолжить. Далее. Здесь нужно выбрать пункт вручную. Далее. Нам нужно выбрать диск, на котором мы будем записывать наш Kali Linux, заранее подготовленный, в формате X4. Так как у меня уже все готово, нажимаем продолжить. Здесь нужно выбрать формат X4, далее здесь выбирайте да форматировать, точка монтирования, выбирайте первый пункт. И нажимаете на настройка раздела закончена. Далее нужно нажать закончить разметку и записать на диск. В моем случае я выбираю пункт нет. Если вы хотите сделать раздел подкачки, выбираете да. Далее нужно выбрать да и записать на диск. Далее идет форматирование разделов, после чего началась установка системы. Установка системы. Итак, система практически установилась. Далее в этом пункте нужно выбрать нет и нажать продолжить. Далее идет установка системного загрузчика ГРУ. И так, здесь нужно нажать продолжить и указать ваш жесткий диск. на который будет записан системный загрузчик. И так, система записана. Теперь нужно вытащить нашу флешку, чтобы она смогла загрузиться. сама. Далее компьютер перезагружается. И так, вы видите. В первом пункте Linux, в последнем Windows. выбираем Linux. Далее загружается операционная система. Первый раз это больше обычного. Далее в поле имя пользователя нужно вписать root. В поле пароль нужно вписать тот пароль, который вы придумывали при установке. Итак, система загрузилась и теперь с ней можно работать. Субтитры создавал DimaTorzok